Мы сегодня собрались по очень хорошему поводу, мы решили поговорить по поводу того, что сейчас у нас очень скоростной век, много всевозможных гаджетов, всевозможных устройств для связи, но, к сожалению, люди все равно чувствуют себя очень одинокими. Вот этот парадокс, казалось бы, что здесь такого сложного, поднял трубку, набрал человека, позвонил, поговорил и вот уже как бы все нормально. Но почему-то люди все равно оказываются в такой ситуации, что не связываются, не общаются. Очень хорошо было все это заметно, когда люди сели на дистанционную работу и мы сразу же почувствовали, как не хватает простого человеческого общения. Именно теплого, дружеского, как это положено людям, потому что это все тоже залог нашего здоровья. Потому что доброе слово, оно и лечит, и напутствует, и оберегает, и исцеляет. Очень многое зависит от того, что мы общаемся, мы же все-таки люди социальные, поэтому нам, конечно, нужно общение. Так вот, почему же все-таки, казалось бы, сейчас мы уже общаемся, у нас сняты все ограничения, уже не первый год, а одиноких людей все становится больше и больше. Вот, Свет, как ты думаешь, все-таки, что является причиной, или все-таки это какая-то цепочка каких-то таких вот вещей, или все-таки это век наш, который стремится быстро-быстро, в быстром темпе, увеличивая скорость? С чем это связано? Какое твое мнение? Расскажи, пожалуйста. Ну, я думаю, наверное, что это век наш такой сейчас скоростной, что люди спеша, стремятся быстрее заработать побольше денег, и быстрее заболеть, можно так сказать, да? А уроки взлота на тебя, да? Потому что все взаимосвязано. Чем больше работаешь, не хватает энергии, у тебя организм ослабевает, не хватает человеческого тепла, добра, то есть в основном мы все сейчас на работе. И люди, конечно, страдают от того, что не хватает им именно человеческого тепла. Соропытый человек приезжает, обычно у него настроение какое? Уже никакое. Он уставший, он хочет просто лечь на кровать, вот покушал, заехал в супермаркет, набрал продукты, в основном сейчас так делает, мало кто готовит, особенно в больших городах. Приготовил их, разогрел их, покушал, быстренько упал, и все. Ну, естественно, что он не получает ни витамины, ни минералы, я к своему виду, да? Вот, то есть хочу сказать, что такой сейчас век, и нам всем нужна какая-то поддержка. И в первую очередь, конечно, человеческая поддержка нужна. Внимание человеческое нужно. Потому что все мы живые люди, и каждому хочется тепла. Гаджеты – это очень хорошо, когда человек может позвонить, может спросить, может рассказать, может… То есть это очень хорошо, но человеческого тепла не хватает. Поэтому очень хорошо было бы, если бы у нас вообще в стране были такие вот какие-то организационные мероприятия, то есть клубы, клубы закрытые такие, где можно было людям встречаться, разговаривать, говорить все свои проблемы. То есть это было… у нас такие клубы, я не знаю, есть ли они или нет, конечно, у нас в нашем городе этого нет, по крайней мере, в маленьком нашем городке этого нет. А хотя в Европе и в Средней Азии такие есть уже клубы, где люди приходят и рассказывают о своих проблемах, общаются, занимаются каким-то общим делом. Я вот знаю, что хочу добавить в мысль, которую ты сказала немножко раньше, про то, что вот люди находятся в постоянном цейтноте, и отработали потом в пробках в больших городах, едут до дома, многочасовые всевозможные эти пробки, и для них вот эти выходные, как глоток свежего воздуха. И люди не успевают восстановиться за этот маленький период, связанное это с тем, что мы находимся в постоянном стрессе. Вот этот постоянный стресс, который доминирует сейчас, он настолько велик, потому что требования на работе возросли. Сами знаете, у нас какая обстановка с экранов телевизоров, тоже все это достаточно негативное, оно на нас тоже воздействует, мы начинаем переживать, как правило, включаем новости, и когда мы ужинаем вместе с едой, ужинаем, включаем новости, и все это одновременно, весь этот поток к нам начинает поступать, и, конечно, человеку хочется помочь. Вот, допустим, в сибирском доме есть прекрасные препараты, которые помогают в данной ситуации, да, у нас целая линейка, целый спектр для того, чтобы человек восстановил свое состояние, начиная от магния, да, глицин у нас, всевозможные релакс-боксы, потом всевозможные все вот эти моменты, которые очень помогают хорошо человеку восстановиться. Потому что даже если будут, как ты говоришь, мне кажется, клубы, человек в таком состоянии, ему не до клубов, ему не хочется идти и куда-то веселиться, и как-то позитив свой показывать, потому что у него пока что состояния нет вот этого отдохнувшего, чтобы человек действительно выиспал, что действительно человек мог отдохнуть, как говорится, не только душом, но и телом, чтобы человек расслабился и понял, что вот он человек, а не вот этот вот маленький механизм в большом каком-то конгломерации или большой организации, в которой вот этот вот шурупчик должен вертеться и крутиться ежедневно. Потому что действительно работы много, и вот когда приходишь часто домой, допустим, люди, особенно кто занимает какую-то должность, они говорят, нужно это вставлять за порогом. Но мы же люди, мы же не можем полностью отключиться, то есть у нас нет рычага, чтобы мы переключились, все проблемы свои рабочие оставили там, а дома уже совершенно по-другому себя вели. И как бы получается, что люди вместе с этим вот совсем несут еще и домой все вот это вот есть как бы состояние тревожности, состояние какой-то невыполнительной работы, и вот это дальше начинает уже проходить в нашу жизнь. И, конечно, уже тяжеловато здесь какие-то моменты, такие острые углы возникают в семье, потому что жена со своей работы пришла, муж со своей работы пришел в школу, как мы знаем, и если дети, там свои какие-то проблемы у ребенка. И вот, конечно, вот это все, как бы такое состояние достаточно вот негативное, оно все это возникает. Я думаю, что... Ты правильно сказала про то, что нужно, чтобы в городе создавались какие-то вещи. Ну, допустим, сейчас, как я заметила, больше и чаще стали проводить городские мероприятия по всевозможным празднованиям. Вот у нас недавно была Масленица, да. Очень много у нас проводилось в городе всех мероприятий, где люди приходили своими семьями и действительно включались. Потом за городом у нас там на вырезной базе тоже мероприятия были. Еще какие-то моменты. Естественно, хорошо, что есть клубы. А так как мы с тобой из сибирского здоровья, мы можем сказать, что мы тоже стараемся людей немножечко как-то взбодрить, направить на очень хорошую, позитивную сторону, на русло, потому что у нас, у каждого консультанта есть свой чак. И вот я хочу привести пример, допустим, Светлана. Она проводила на Масленице очень замечательный конкурс, он назывался «Чудо-блинчик». Вот девочки, кто в чате у Света находится, они пекли для своих родных блинчики. Света их для этого стимулировала, говорила «Давайте, девочки, сегодня накормите своих близких вкусными блинами, а мы устроим конкурс». Были участники, и Света потом разыгрывала между ними подарки. Это было очень приятно, потому что, может быть, кто-то бы и не стал в этом принимать участие, но когда ты видишь, что в чате выкладывают такие красивые фотографии, когда за столом лежат вот эти замечательные блины, ароматные, вкусные. Даже, Светлана, я помню твое видео, когда ты пекла блины, и озвучила так, что... Ну, просто бесподобно ты сказала, «Девочки, у меня вот не было молока, но я скисла молока, сделала блины, и они такие кружевные, ароматные, а какие вкусные!» Ко мне мои внуки не пришли, но я эти блинчики заморожу, и когда в следующий раз они ко мне придут на каникулы, я им все это разогрею, и вот как раз угощу. То есть, действительно, вот когда ты находишься в каком-то обществе людей, которые стараются, чтобы было больше позитива и было больше добра, люди вот начинают совершенно по-другому себя вести, делать какие-то другие вещи, даже они этого не планировали. Но вот когда все-таки есть такой моторчик, как наша Светлана, она зажгла свои идеи, и совершенно городские власти тут ни при чем, несмотря на то, что никто ей не помогал, но все равно вот этот вот позитив и хорошее настроение осталось. И я с удовольствием для Светланы сделала видео, потому что мне очень хотелось поддержать ее начинание, очень хотелось поддержать ее девочек, и сейчас мы договорились, что будем проводить точно так же какой-то конкурс, когда девочки будут выкладывать свои красивейшие фотографии с пасхальными яичками. Потому что у каждой хозяйки, да, Свет, свои пасхальные яички. И вот видишь, у нас... Каждый год происходит. Да, да. И все стараются как-то по-новому что-то новое внести каждой хозяйке, чтобы все-таки вот как-то вот было все-таки это празднично. И вот мы с тобой начали, казалось бы, разговор про одиночество, а оно даже не получается про одиночество рассказать, потому что достаточно много инструментов придумано консультантами сибирского здоровья, чтобы люди, те, которые находятся в чате, они не чувствовали себя одинокими. Поэтому приходите к нам в чаты. Да, девочки, приглашайте своих людей в чаты. То есть людей очень-очень много одиноких, которые просто страдают. Я даже вот вижу, когда ко мне человек заходит, я вижу, одинок он или нет. Человеку хочется пообщаться, поговорить, высказать свое мнение. То есть это очень круто, когда мы все вместе сплочаемся и поддерживаем друг друга. Да. И вот такая важная информация. Да, и вот я как раз хочу сказать, что проводим мы видео со звона два раза в неделю. Вот один раз мы приглашаем интересного человека, а второй раз у нас «Звездный понедельник». Вот на «Звездный понедельник» я приглашаю консультантов. Вот можно будет тоже в следующий раз сделать как-нибудь своих девочек позвать мой «Звездный понедельник». И мы делаем видео со звук с большим количеством людей. И люди рассказывают про свои результаты, про свои фишки, которые они отперли в сибирском здоровье. Это интересно слушать, потому что люди говорят от души, люди говорят чисто, честно. Они говорят то, что сами, как говорится, вот это их родное, и они делятся этим. Это дорогого стоит, потому что это нигде не написано. И сначала я так увидела, люди немножечко реагировали на это, не понимали, зачем я это делаю. А теперь поняли, потому что легче стали идти на контакт, легче стали общаться. И поняли, что необязательно находиться рядом, или быть соседями, или быть какими-то друзьями, или родственниками, чтобы общаться. Надо быть людьми, которые смотрят в одном направлении. Надо быть людьми, которые чем-то объединены одни. И тогда находятся точки соприкосновения, и ты начинаешь общаться. Вот как в этом данном случае. Хотя бы даже сибирское здоровье, оно объединяет общение для сибирского здоровья. Вот. У нас было пробное общение с любимой бабушкой на ее, веточка приходила к нам в гости. Вот. И я думаю, что девочкам, если твоим понравится, можно тоже взять за такое общение и попробовать что-нибудь новое. Потому что нужно одиночеству давать отпор. Вот. И пусть как можно меньше будет одиноких людей, потому что все это нас объединяет. Вот. Понимаете, как-то у нас не принято, да, в сетевом бизнесе делиться какими-то проблемами или еще что-то. Потому что они, не потому что не принято, а потому что они уходят на задний план из-за того, что позитив выходит на первый план. Всем всегда здоровья желаешь, долголетия, процветания, чтобы ваша семья была защищена вот этими всевозможными нашими вещами, которые помогают, которые помогают именно оздоровиться и профилактировать все вот эти вещи. Поэтому всегда позитив выходит на первый план. Вот это мне очень-очень нравится. И еще раз хочу пригласить всех желающих, кто нас будет смотреть, заходите к нам в театр, заходите к нам в группы, а уже там будем общаться, будем созваниваться. И я думаю, что это немаловажно, когда в нашем быстром темпе, в нашем быстром веке можно найти действительно единомышленников. Свет, скажи еще что-нибудь, что-нибудь скажи людям. Я так заслушалась, так заслушалась. Слушала тебя, что-то и мысли даже потеряла. Ну а что сказать? Хочу, чтобы люди все были счастливы, все были здоровы, не было одиноких людей. Даже если вы остались одиноки, чтобы вам было где рассказать о себе, принять участие где-то в каком-то мероприятии, сходить куда-то в кино, например, с кем-то, или, например, просто летом на озеро сходить. То есть, чтобы вы в душе, даже если вы, понимаете, идете с кем-то в кафе, вы можете идти как два просто одиноких человека. А хочется, чтобы люди были близки душой. Понимаете? А близки душой люди соединяются только тогда, когда они постоянно находятся вместе, то есть в одном месте, когда они постоянно разговаривают, когда они друг друга послушивают, когда они друг другу дают что-то. Вот тогда человек сближается и становится близким друг к другу. А просто один раз в неделю сходить с подружкой на озеро или куда-нибудь еще, это тоже круто, наверное. Главное, чтобы у нас было в душе тепло и радостно. Наверное, как-то так. И чтобы был мир, самое главное, чтобы все это уже побыстрее закончилось, потому что нам, женщинам, это особенно необходимо. Мы это все чувствуем всеми фибрами души, потому что мы от природы, Господь даровал нам такую благодать, как нести жизнь в этот мир. И поэтому мы, конечно, переживаем за каждого нашего солдата, за каждого нашего жизни, за каждого нашего парня, за каждую мать, потому что мы такие же мамы, так же переживаем. Вот сейчас я говорю, у меня прям слез на глазах наворачиваются, потому что это идет из сердца, это не обманешь, потому что дай Бог здоровья всем близким, чтобы все у нас было хорошо. мы жили под мирным небом. Так, тема у нас одиночества. Вы не будете никогда одинокими, когда вы действительно видите рядом с собой людей, которые вас, как Света сказала, поймут, выслушат и вас обогреют. А для того, чтобы обогреть, у нас очень хорошие есть чаи. Поменяем тему на чаи. У нас есть коллекция чаек, которая называется Байкал. И чашечка теплого травяного чая, она всегда обогреет с добрыми словами. У нас еще есть вкусные батончики, и у нас есть медовая паста замечательная, которая сейчас тоже идет по скидке. Поэтому приходите к нам, еще раз приглашаю. Еще раз хочу сказать, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы этому очень рады со Светой. Мы еще раз обязательно встретимся и найдем какую-нибудь интересную тему, чтобы с вами пообщаться, потому что Света – это очень интересный человек, и мне с ней нравится общаться, потому что она что-то новое всегда привносит и в разговор, и какое-то новое направление нашла. Поэтому мне очень нравится с ней общаться. Знаете, что я хотела? Все-таки скажу. Я сейчас ходила, относила принтер, да, у меня сломался. И нашла, там магазинчик у нас есть, продается с футболочками, с одеждой. И говорю, у вас платье есть? Мне нужно платье налято такое, лёгкое, чтобы можно было летающее платье. Она говорит, не везут их. Сколько? Говорит, я тоже хочу тебе такое платье. Говорит, у нас, говорит, скоро будет вечер одноклассников. Говорит, осталось, говорит, 9 одноклассников. Я говорю, а сколько вам лет? Она говорит, 62 года. Понимаете? А было сколько? Было 23 человека. Я о чём говорю? Я говорю, как так вот, 62 года, было одноклассников 23, осталось 9 человек. Я говорю, остальные где? Остальные умерли. Вы понимаете, какой век сейчас? Век такой, что, я не знаю, как так получается, что в 62 года уже люди уходят из жизни. И вот я бы хотела сказать, что нам всем не хватает не только душевного тепла, заботы, но и, конечно, нужны нам витамины, нужны минералы, чтобы жить долго и выглядеть хорошо. А вот наша компания, она именно и идёт в ногу с тем временем, когда человеку не хватает этих витаминов, этих минералов, потому что мы живём в таком веке. А всё для этого есть. То есть очень жалко, что люди уходят так рано из жизни. Непонятно, почему мы не занимались, не профилактировались и к нам не пришли. Потому что мы всех заведём, говорим, постоянно транслируем, то, что приходите к нам и будете чувствовать себя по-другому, потому что мы сами примеры, мы продукт своего продукта, мы не встаём это говорить, потому что мы на себе это почувствовали. И мы это увидели. И не просто так. Мы сейчас со Светланой встретились, нажали на кнопочку записи, чтобы не просто так созвониться и поговорить, а это записать и транслировать дальше. Поэтому обязательно приходите к нам. Это поможет совершенно изменить качество жизни вашей. Вот я уже видео говорила до этого, ещё раз хочу повторить. Я совершенно никогда не думала, что я займусь видео. Вот никогда не думала. У меня это стало только проецироваться, проявляться в связи с тем, что я насытила организм моими витаминами, нутриентами, микроэлементами всевозможными. У меня совершенно открылось пространство для творчества. Я думала, что мне нравилось, любила там какие-то вещи смотреть, что-то там отмечала для себя. Но чтобы мне самой делать, я никогда про это не думала. Но сложилось так, что мне захотелось это сделать, мне захотелось себя самовыразить. Так это только благодаря тому, что у меня насытился организм теми веществами, которые мне захотелось. И даже если вы посмотрите видео, те, что я записывала в декабре, и те, что записываю я сейчас, вы видите, что я внешне меняюсь. Я специально это делаю для того, чтобы вы видели, что вот эти месяцы они проходят не зря. И визуально видно, что человек меняется. Так что вы посмотрите видео, которые были до этого и сейчас. И вы это заметите. Вы заметите, что стала речь намного лучше. Стали планы совершенно другие, интересы другие. И самое главное, что хватает на это все сил. Хватает сил, про что мы и говорим. Поэтому берегите себя, заботитесь о себе, ставьте себе цели, добивайтесь. И нам есть с кого брать пример. Со Светланой. Которая, я думаю, скажет то же самое. Что она бы и не думала, но вот так получилось, что она оказалась в бизнесе. И все получается, потому что она старается. Она не смотрит назад, она смотрит вперед. А это большое имеет значение, когда смотрит человек вперед, а не назад. Да, когда человек здоров, когда у него полно энергии, тогда естественно, что у него много сил для творчества, для идей, для работы. То есть он отдает всю себя, своему творчеству, идеям, наслаждается жизнью. Просто это совсем другое ощущение, когда человек здоров и больно. Это два разных. Чтобы выйти из заболевания, тоже на это нужно время какое-то, наверное. Человек должен понять, что ему нужно. И пройти этот путь. То есть я тоже этот путь прошла. И сейчас я в отличной форме. Поэтому всем желаю быть такой же активной, здоровой, энергичной. Творить любви. Одиночество мы вообще не думаем, потому что мы знаем, что мы не одиноки. Вообще мы не одиноки, нет. То есть, девочки, приглашайте группу людей и делитесь своими результатами. Не жадничайте. Если вам хорошо, пусть другому тоже будет хорошо. Я же не жадничаю, когда рассказываю. Не жадничаю. И вы не жадничайте. Все правильно. Правильно. Хорошие слова. Ну, вот эти позитивные ноти, пожалуй, мы и закончим запись. Света, спасибо большое, что ты пришла. Рада была тебя видеть. Рада тебя всегда пригласить. Потому что как хорошо у нас тема поменялась. Спасибо за приглашение в чат. Спасибо. Всего доброго. Так что заходите к нам на огонек, как говорится так. Сейчас мы остановим запись. Всего доброго всем. Субтитры сделал DimaTorzok